всем солнечный привет привет я вам посылаю из столицы страны души из города сухом мы приехали сюда на отдых и сегодня видео коротко о нашем отдыхе в этой замечательной стране мы сюда приезжаем уже не в первый раз вообще если речь идет о черноморском побережье мы как-то все время думаем именно об абхазии а из тех городов нам больше всего нравится сухом здесь чудесная шикарная природа ласковое черное море пальмы эвкалипсы олеандры и многие другие растения вот это лавровый лист весело прикочутся кады нам здесь очень нравится несмотря на то что мы сюда приезжаем не в первый раз но в этом году впервые мы сюда приехали на своем собственном автомобиле и так случилось потому что не было возможности приобрести билет самолет очень дорого а на поезд нам нужно было на определенную дату купить билеты но такой возможности не было за 10 минут билеты были все на поезд который мы хотели раз куплены мы живем в гостевом доме в гостевом доме условия как в гостиничном номере в центре мы живем недалеко от набережной от пляжа нам здесь очень нравится ну немножечко я вам ставлю видео фрагментов таких интересных посмотрите какие здесь места для отдыха вообще про абхазию очень много различных видео которые можно посмотреть почему нам мы выбираем сухум все-таки это столица в сухуме находится самый большой рынок и самый дешевый рынок в абхазии конечно же мы туда ездим периодически за продуктами ну а цены наверное как и везде конечно же не подросли но для туриста в принципе можно здесь отдохнуть более-менее по приемлемым ценам ну что же давайте с вами немножечко попутешествуем вместе с нами мы идем в обезьянь и питомник для того чтобы подняться вверх нужно преодолеть 320 ступеней но здесь есть места для отдыха лавочки все они находятся в тенечке для того чтобы сделать передышку и еще несколько ступеней вверх лестницы преодолены вот мы двигаемся вперед чтобы приобрести билеты и попасть уже на территорию питомника дайте арбуз я еще еще давай они видишь лапку подает и ты вот видишь вот ты тогда смело можно давать возьми на ладошку он тебя возьмет ладошки они возьмут как люди видишь он как аккуратно лапку дает каждый раз попадая в сухом мы обязательно ходим в обезьянь и питомник чтобы полюбоваться на этих милых и забавных существ одной из визитных карточек сухома является ресторан нарта ресторан национальной абхазской кухни и сюда мы конечно же не раз заглядывали территория очень большая можно посидеть закрытых кабинках на улице либо на верандах их две одна веранда для курящих 2 для не курящих полюбоваться красивыми видами на пальмы на море так представлено меню ресторана цены приемлемые здесь предлагаются и завтраки и обеды и ужины разнообразные закуски горячие блюда салата напитки все как везде у нас есть и полюбившиеся блюда например солянка по абхазски конечно же рыба форель на гриле лодочка это вообще очень очень вкусно ну и конечно же шашлык наша семья очень любит водные прогулки и везде где есть возможность взять такую экскурсию мы с удовольствием ее берем сухом тоже не явился исключением мы взяли экскурсию морская прогулка часовая на теплоходе рица это вечерняя прогулка больше и и устраивают для того чтобы посмотреть на красивый морской закат теплоход доплывал до маяка и потом уже разворачивался обратно к порту вид и действительно очень красивые вечером на набережной можно увидеть вот такую красивую инсталляцию на пальмах это действительно очень красиво очень впечатляет один из моих знакомых сказал что этот вид очень напоминает дубай также мы увидели вот такие красивые цветы это белая магнолия прогуливаясь по набережной каждый раз вы будете видеть красивые деревья в окружении пальм и очень красивый фонтан на набережной махаджеров это сухумские грифоны очень красивый фонтан который располагается рядом с драмтеатром который является действующим и летом он также работает на двери этого театра просто произведение искусство вот так она выглядит вечернее время а сейчас вы видите просто несколько красивых кадров цветущие растущие гранаты разнообразные пальмы и большие и маленькие хурма также у нас появилась ежедневная традиция заходить в кафе брехаловка чтобы выпить вкусный кофе приготовленный на песке каждый раз приезжая в абхазию мы обязательно ездим в новый афон чтобы побывать в новоафонском храме как и многие различные достопримечательности в абхазии он находится в горах и это как раз тропинка чтобы туда подняться я думаю что многие слышали что данный храм построен по подобию храма на горе афон в греции храм очень красивый и здесь тоже всегда очень много туристов белокаменный храм золотыми куполами территория храма достаточно большая мы приехали в день празднование иконы казанской божией матери это было утро шла литургия мы как раз попали на утреннюю службу народу было достаточно много внутри внутри храма на стенах сохранившиеся фрески конечно фрески уже требует реставрации и написано объявление что руками стены трогать нельзя но очень красиво и светло выйдя из храма можно увидеть вот такую красивую картину много зелени и вдалеке голубое небо и голубое море затем мы отправились на водопады это искусственные водопады но здесь всегда очень много туристов потому что зрелище очень впечатляющее и красивое поднявшись наверх можно увидеть наверх вот этих водопадов можно увидеть небольшой водоем вода в этом водоеме бирюзово-голубого цвета и вдалеке мы видим знаменитую железнодорожную станцию Псцирцха которую на данный момент реставрируют полным ходом сейчас вы ее увидите поближе здесь люди плавают в лодочках а лодочки абсолютно прозрачного цвета в этом году мы познакомились с необычными новыми фруктами это фрукт мамордика называется ни на что не похожий вкус хотя нам сказали что очень похоже на гранат также мы попробовали ананасовую дыню но она как дыни и есть и вкуснейшее турецкое мороженое на козьем молоке хоть я и не любитель мороженого но это мороженое мне очень-очень понравилось также мы попали на празднование дня абхазского флага на площади рядом с фонтанами была установлена сцена где выступали артисты с традиционными песнями и танцами было любопытно посмотреть вот и подошел наш отпуск к концу в этой замечательной стране в стране души как ее все называют мы здесь пробовали 90 дней после шестилетнего перерыва мы здесь вновь побывали с большим удовольствием оплавали в ласковом теплом черном море полюбовались в очередной раз красивой природой попробовали необычные фрукты какие-то новые продукты ну а мы с вами прощаемся совсем ненадолго до новых встреч пока пока возвращаясь домой мы любовались полями с подсолнухами а также в ростовской области увидели ветряные электростанции вот на это было очень любопытно посмотреть и конечно же несколько фотографий с подсолнухами и вот с таким красивым казаком вредущий день закончился очень красивым закатом а что вы видите вдалеке двух летящих птичек навстречу друг другу спасибо 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 м Продолжение следует...